Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим и это воскресное обзорище доставки еды по городу Москве. Сегодня у нас ресторан. Доставка второстепенная история. Ресторан Лагатта называется, который находится в моем районе и вроде бы кое-где еще. Мы посмотрим потом, изучим вопрос. Короче, доставка у них странная. То есть на сайте есть меню доставки, но кнопочки, например, добавить блюда, ее нет. Необходимо позвонить по телефону и обсудить все, прям вот каждое блюдо. Вы знаете, я позвонил сегодня менеджеру и сделал заказ и получил некоторое даже удовольствие. Мы что-то обсудили, он что-то посоветовал. Как-то в этом есть душевность. Это, конечно, очень несовременно, но душевность присутствует. Ресторан Лагатта, обзор, покашеварим, все сходится. Воскресенье, давайте ждем. Обещали привезти час, час двадцать. Посмотрим, как они справятся. Привезли по факту за сорок минут. Общая сумма заказа 4710 рублей, но у нас скидка. У них действуют счастливые часы, это было приятно. Мы снимаем сейчас вот 12 часов дня, видно, не видно. И нам скидка положена в 894 рубля. Итого заказ 3816 рублей. Это гораздо приятнее, чем 4700 рублей. Я буду теперь знать, когда ловить, если окажется вкусно. Я думал, это пиццерия только нашего района, Сходнинская, Туристская. Оказывается, они еще есть на Бабушкинской и метро Биберево. Так что это нормальное сетевое место, оказывается. Итак, Лагатта, давайте посмотрим, как они справились с температурой. Возьмем, ну давай возьмем какую-нибудь вот пиццу отсюда, допустим. Опа! О, это кольцо. Ух ты, слушай, неплохо выглядит, кстати. 73 градуса. Давай еще пикнем какую-нибудь пиццечку. Слушай, ну привезли они быстро. Учитывая этот факт, нет никаких сомнений, что она должна быть горячей. Прям вот, прям горячая. Вау! Мощь 40 сантиметровая. 62 градуса. 58. 59. Слушай, ну горячо. Коробочки фирменные, с логотипом Лагатта, семейная пиццерия и вот этот значок, или как наклеечка качества, назовем ее так, да? Наклейка качества. Остальная комплектация выглядит вот таким образом. Обычные пластиковые боксы, самые бюджетные. Но та же самая наклеечка, фирменная Лагатта. Борщ. Горяченный, поверьте. Тут же салат Цезарь, тут же еще вок-лапша. И вот это что вообще такое? А, просто какая-то лепешка. Сейчас изучим, к чему она. К борщу подается сметана. Какая удобная упаковка, посмотри. Опа! Слушай, нифига не открывается, но мне кажется, она клево выглядит. Здесь комплектация для роллов и сами роллы. Я удивился, что у них есть японская кухня, но идут на поводу, на поводу употребителя. Лимонадики. Лимонады холодные, за это определенно лайк ребятам. Сейчас покажу вам температуру. 10 градусов. Прям ровно 10. 11.9, ладно. Ну, плюс-минус, очень холодно. Первые мои ощущения какие? Честно скажу, очень вкусно пахнет. То есть, когда занесли и Дима из коридора принес пиццу, мы оба отметили, что запах очень приятный идет. Это хорошо. Ощущения из негативных пока у меня особых нет никаких. Все норм. Нормально, все доехало. Доехало, в общем-то, довольно быстро. Не до минус, конечно, который якобы за 30 минут возят, но 40 минут. Это почти до минус. Для моего района это вообще норм, короче. Ладно, давайте посмотрим, начнем с какой пиццы. Я заказал несколько размеров, а у них есть три размера пиццы. Самая большая это 40 сантиметровая. А вот пицца 4 сыра. С нее мы и начнем, пожалуй. Пицца 4 сыра выглядит довольно обычно. То есть, нет ничего такого, чтобы меня очень сильно впечатлило. Пицца 4 сыра, небольшая, 451 грамм весит. 30 сантиметровая пицца стоит 480 рублей и весит 490 граммов. Причем у них же на сайте написано, что это вес до выпекания. Вот такая вот пицца. Ну, действительно, тонкое тесто. Тонкое тесто, еще тянущийся даже немного сыр. Пропечено. Готовят они не в печи, готовят они в электрической печи. Видно, что здесь использовалась решетка. Нехорошо, неплохо, это просто как факт. Конечно, дровяные печи приятнее получаются, но... Слушай, приятно выглядит, приятно пахнет. Сырые. Мы видим тут вот сыр с плесенью. Наверное, Дорблю, скорее всего. Тут чеддер. Вкрапления оранжевые. Моцарелла, естественно. Ну, и, видимо, пармезан. Сейчас посмотрим, что в описании у них. Сыр Дорблю, сыр Гауда, сыр чеддер, сыр моцарелла. То есть, заискивание с потребителями на тему того, что у нас там офигенный пармезан. Их нет. Пармезана нет в составе. Давай попробуем. И они используют красный соус. Вау! Честно признаюсь, что эта пицца вкусная. Мне нравится и тесто, мне нравится сочетание сыров, мне нравится сырный вкус. И то, что в этой пицце, несмотря на то, что она в классике, типа белая, тут использован красный соус добавляет кайфа. Мне очень нравится, как эта пицца получилась у Лагата. Что мне не хватает, честно признаюсь, если бы сверху было орегано, я маньяк орегановский, это было бы клевее. Но эта вкусовщина, в целом могу поставить прям смело 4 с плюсом этой пиццы. Наверное, надо было брать большую, было бы еще эффектней. Ну а так клево. Я удивлен. Местная пиццерия сделала мне вкусно. И это не американский стиль пиццы, типа Папа Джонс, Додо. Это что-то такое итальянское. Вот прям тоненькое тесто, хорошее, мягенькое, при этом плотненькое тесто. Мне по кайфу. Так, это у нас пицца Кальцони. Она еще поживет, потому что Кальцони будет остывать дольше всех. Оставим напоследок. Вау! Это пицца, которая называется Лагатта. То есть фирменная пицца данной пиццерии. Пицца Лагатта 40 сантиметров стоит 760 рублей. 1200 граммов до выпекания. Куриная грудка. Здесь куриная грудка мы видим. Да, она... Вот она, короче. Салями, помидоры, перец, кукурузка. Вот она. Такой домашний вариант пиццы. То есть, когда вы дома сделаете и положите все, что у вас есть в холодильнике, у вас получится пицца Лагатта. Блин, ну отлично пропечено. Мне очень нравится, как это выглядит. И начинки не по-жлобски. О-о-о-о, я не знаю, честно. Она будет свешиваться. Давай просто примерно поймем. 900 где-то 50, короче. 950, ну килограмм. Душевная пицца. Прям вообще педушевная. Давай попробуем. Сочетание такого ядерного взрыва, когда на кухне вот в ящике лежали все ингредиенты, потом там взорвалась маленькая бомбочка и упала на пиццу. То есть, сказать, что эта пицца вкусная я не могу. Сказать, что она жористая, да, пожалуй, тут это прям вот применим этот термин. Но как такового вкуса в этой пицце нет, потому что тут всего-всего навалено. То есть, тупо поесть. Вот поесть она нормальная пицца. Но ощутить какой-то вкус, если 4 сыра ты ешь, а это сырная пицца, то здесь нельзя сказать, она то ли мясная, то ли куриная, она то ли овощная, то ли кукурузная. Но в целом вкусно. То есть, я бы себе такую заказывать не стал. Мне все-таки нравится в пицце, когда, ну, реально есть небольшие, но акценты. Вот именно поэтому я заказал, кстати, гавайскую пиццу, где мне по приколу и моей семье нравится, когда иногда попадается такой сладко-кисленький ананасик. Это прикольно. Пицца Лагата за 760 рублей брать можно достойно, но не по моему вкусу. Вот так скажу. Давай посмотрим гавайскую пиццу. И потом перейдем еще у нас там горячие, горячие всякие приколюхи есть. Это тоже 40-ка сантиметровая пицца гавайская. Опа! Смотри. Правда гавайская? Выглядит пиццей хорошо, мне очень нравится. И подпеченный бортик, и вообще само тесто, и в принципе, как выглядит начинка. Мне нравится. Гавайская пицца стоит самая большая 580 рублей. Вот 40-ка сантиметровая. 950 граммов до усушки. Ветчина, ананасы, сыр моцарелла и фирменный соус. Ну, начинки тут заметно поменьше, чем на предыдущей пицце. Тут не поспоришь, да? То есть, она по скромнению, менее холмистая, что ли. Давай взвесим. Вау! Пришлось сложить пополам. Блин, как тут баланс-то найти? 817 граммов. Поймали, поймали, поймали. Значит, по весу получается в этой пицце все-таки недовес, даже с учетом предупреждения. 10-15 процентов от 950 граммов. Это будет сколько? 90? А, нет, подожди, правильно, 95. Ну, примерно так и есть. Короче, и тут все нормально. Не прикопаться, все нормально, красавчики. Давай попробуем. Но она выглядит, честно, как-то суше, чем вот предыдущая пицца Лагата. В этой пицце высушено все. Из-за того, что меньше начинки в ней, соответственно, тесто пересохло. Я не знаю, как показать это на картинке, но тесто, оно сухое. Если там было норм, то здесь оно прям ощущается сухим. Начинки мало, начинка не помогает разрулить. Равно как и соус. Пожалуй, наверное, одна из самых неудачных гавайских пицц, которую я ел в своей жизни. То есть, по моему ощущению, здесь бы разрулило, наверное, большее количество соуса, большее количество ананасов и большее количество ветчины. Вот если бы больше начинки было бы, она была бы более гармоничной. А так мне она не нравится. Это просто лепешка с небольшим количеством начинки. Расстроился. Вот так вот Виталию колбасит, как на американских горках. Кто вау, доволен, потом расстроился. Что ж дальше? Ладно. Следующее мы попробуем, наверное, макарошки карбонара. Потому что карбонара, она очень быстро остывает. Несмотря на свой объем. И надо попробовать, пока это все горячее. У нас две, кстати, лапши. И мы прям две попробуем. Запечатывают вот в такие довольно практичные... Эй! Практичные пластиковые боксы. Это не какая-то вау-упаковка. Это просто практичные пластиковые боксы, которые не мнутся, не протекают. А довозят еду так, как надо. До сих пор все горячее. Вот, например, лапша-удон 60 градусов. Это очень хорошо. И лапшичка карбонара. Паста карбонара 310 рублей 350 граммов. С учетом упаковки тут все хорошо. Лапша с курицей около 300 граммов. Тоже все нормально. Лапша у них составляется по принципу любых воков. То есть ты выбираешь основу. Это не очевидно. Это написано текстом. И тебе оператор подсказывает. Ты выбираешь основу и выбираешь соус. Как оказалось. Несмотря на то, что на сайте написан соус терияки. По умолчанию типа входит. Вот. Тем не менее, я сказал, я хочу какой-то кисло-сладкий соус. Они сказали, они мне сделают. И я чувствую кисло-сладкий соус. Карбонара стандартная. Тут заморочек нет. Ну смотри, в принципе, в принципе, довольно годно вот по количеству соуса, да. То есть тут вот этот сливочно-яичный соус, он прям вот обволакивает. Он еще не остыл, поэтому он довольно влажный. Количество бекона, оно скорее чуть-чуть расстраивает. Потому что тут не так много мяса, как вот я, например, дом бы добавлял, да. Собственно-ручно. Я бы бекончику сюда накидал побольше, конечно. Вот. Ну, возможно, это во мне говорит майонезная сущность. Когда хочется побольше всего, пожирнее. Возможно так. Возможно так. Ну, давай отведаем. Пахнет обычно абсолютно. Макароны сварены тютелька в тютельку. Не по-итальянски, не аль денте. А, прям сварены. Прям сварены. Не переварены, а сварены так, как написано на пачке. Обычно на пачках спагетти пишется там, типа, варить там 8 минут. Если хотите, аль денте минус 1 минута. Вот тут сварено 8 минут. И, кстати, паста, паста очень похожа на, я не буду утверждать, на бариллу. То есть я просто буквально недавно ел макароны. Номер там какой-то у них по номерам все, по размеру пасты. Мне кажется, это барилла. Это неплохо. Это на самом деле неплохо. В принципе, соус вкусный. Его достаточно, но мне недостаточно бекона. И мне недостаточно все-таки вот этого фирменного карбонаровского привкуса. Который связан, в том числе, можно сказать, был связан с тем, что туда добавлялся всегда пармезан. Сейчас у нас с этим беда. То есть вот этого привкуса хорошего, к сожалению, нет. Хотя на сайте написано, что добавляется сыр пармезан. Я его не чувствую. Вот фиг знает. Он, наверное, добавлен, но какой-то из альтернативных вариантов. 310 рублей, 350 грамм. С другой стороны, цены влагата довольно адекватные. То есть 100 рублей 100 граммов. Целая баклажка макаронов довольно вкусных. Наверное, хорошо. Так, это у нас лапша. Смотри, симпатично выглядит. Да, так свеженько. Тут у нас куриная грудка. Овощи. Лапша удончик. Тоже, наверное, сваренная полностью. Да, и пахнет кисло-сладким соусом. Ну, очевидно, они его не делают сами. То есть, скорее всего, это покупной вот этот вот соус чили. В принципе, в этом блюде всего есть. Есть курочка, есть овощи. Сказать, что бедно наложено, я бы тоже не сказал. Вообще, с воками всегда чуть проще, потому что воки выглядят всегда круто. Кто бы их ни делал, чем бы ни заправлял, и что бы ни добавлял, вок всегда крут, потому что это макароны. Ну вот смотри, вот тут вопрос философский. Я хотел кисло-сладкий соус. И когда я говорю кисло-сладкий соус, я говорю кисло-сладкий соус. Я не говорю кисло-остро-сладкий соус. Они же добавляют сюда все-таки покупной обычный вот этот чили, сладкий чили, так называемый. Который все-таки в первую очередь чили, а потом уже сладкий. Поэтому это блюдо получилось острое, и об этом надо, наверное, обсуждать с клиентом. То есть, если он хочет кисло-сладкое, надо сказать, она будет островато. Окей, мне нравится, то есть, это не претензия ни к кому. Это просто рекомендации к диалогу. То есть, когда мы общаемся, чтобы мне вот это предупредили, что он все-таки чили. Поэтому блюдо островато, но вкусно. Вот в этом блюде макароны сварены так же, как и в карбонаре, но здесь это подходит. Если карбонаре это, скорее, немножко портит ощущение, то в случае вот с этой лапшой весьма все здорово. Хорошо поджаренные овощи, довольно мягкая курочка, хорошие свежие грибочки. Видно прям по ним, что они такие душевные, маленькие, прям вот классные. И все хорошо. Мне понравился вог. В общем и целом, вот эта тема макаронная в Лагате тоже неплоха. Равно как и пицца. Пицца неплоха и макаронная история тоже неплоха. А что еще вот у нас вот здесь? Вот это что такое? Я уже даже не помню. Сейчас мы доберемся. И цесарь у нас сегодня будет, и всякое такое. Здесь у нас в комплекте. Я не знаю, что это. Сейчас посмотрим. Хайнс кетчуп и что-то горчичное. А вот это, а вот это, а вот это, а это вот та самая история. Я у них спрашиваю, что это такое вообще? Это копченые сосиски в тесте. Копченая сосиска в тесте стоит 280 рублей 210 граммов. Но тут сосиска, чесночное масло и картофель фри. Естественно, картофель фри уже далеко не фри. Но чесночное масло, мне кажется, оно и есть чесночное масло. Блин, я что-то похвалил вот эти коробочки. А теперь... О, как их открыть? Вау, вау, вау. Это не чесночное масло. Это горчичный мазик. Причем в первую очередь он горчится, нежели мазик. Нет чесночного масла. У нас есть просто вот такие сосисули, которые будем сейчас пробовать. Но я повторюсь, что тесто мне у них понравилось. Поэтому почему бы мне не понравиться и вот этим сосискам. Два огурчика дядя Ваня. Блеклая картошка. И уже отсыревшее тесто. Ну, то есть, когда заворачиваешь вот это все вот так вот заворачиваешь, да, естественно, внутри образуется конденсат, и тесто превращается в ватку. Сосиска внутри хорошая, бекончик норм. Тесто вкусное у них. Но в таком формате подачи теста становится хуже. Хотя в целом, в общем и целом вкусно. И чесночного масла никакого нет. Есть горчичный майонез, горчичный соус. Другими словами, мы получаем с вами хот-дог такой в формате. Просто это хот-дог, кетчуп, горчица, по сути дела. И все. Есть можно, но сказать, что это какое-то интересное блюдо. Я бы не стал, наверное, так говорить. В целом, ладно, фиг с ним. Попробовали и забыли. Ну что, у нас настало время, время, традиции, или как там в рекламе в какой-то. Это пицца кальцони или кальчони. Такое написание мы тоже видели уже у некоторых пиццерий. Вот такая вот пицца кальчони. У них причем несколько видов их, а точнее всего два. Одна поострее, вторая вот эта. Так, пицца кальцони с курицей и ветчиной стоит, я взял поменьше, это 30-сантиметровая. 530 рублей, 540 граммов. Давай посмотрим. Ты видишь в нем сколько граммов? 525. Нормально. То есть после выпечки она даже не сильно потеряла в весе. Тесто, я повторюсь, мне очень нравится. Начинки там довольно много. Ветчинка очень тонко порезана, но она там есть. Болгарский перчик и что-то такое. Не самое начиненное кальцони, которое я видел, но тем не менее, меня все в принципе устраивает. Оливочки, нормально. Не, начинка такая нежная, то есть не яркий вкус, а такой нежно-нейтральненький. Идеологически начинка очень похожа на пиццу гавайской, которую мы видели до этого. Но благодаря тому, что эта пицца сложена и вся начинка находится внутри, она не высыхает и не дает высохнуть тесту. То есть это очень мягкая пицца с сочной начинкой, несмотря даже на то, что количество, наверное, могло быть и побольше. В общем, в этом плане пицца кальцони мне очень нравится в принципе, потому что она меньше высыхает, чем обычный плоский собрат открытый. Весьма неплохая пицца, мне она понравилась. То есть пиццы у нас закончились и можно подвести итог, что все-таки эти ребята молодцы. Все-таки у них хорошо. По большому счету мне не понравилась единственная пицца. Я хотел сказать, но это не из-за них. Да из-за них, а что? Вот начинки же они приняли решение столько положить. И из-за этого пицца была по факту испорчена. Она сухая, она невкусная. Это гавайская. Остальные пиццы вкусные. Четыре сыра хорошие. Их Лагата фирменная пицца. Несмотря на то, что там просто смесь всего подряд. Но она вкусная. То есть сказать, что ей там что противно или еще что-то нет. Она вкусная, но перебор. То есть вкусовых акцентов нет. В кальцоне тоже классно сделано. В общем, пиццерия Лагата для меня открытие в плане пиццы по моему району. И ты знаешь, я бы у них даже заказывал. При всей моей любви и уважении к Доду Пицца, Папа Джонс и прочим. Это прям очень даже да. Мне нравится. Такое же примерно открытие у меня было с нашим местным рестораном. Корнели. Корлеоне. Корнели пицца. У нас есть в Красногорске они, по-моему. Он в Павшинской пойме и на Сходинской. То есть это такая вот чисто наша местечковая тема. И там классная пицца. Мне она понравилась. Стоит давно он не заказан. Надо заказать. Корнели пицца ждите. Не обзор, но у вас заказик сделают. Пойдет. И вот эти ребята тоже мне понравились. Борщ. Борщ. Сварен из говядины и подается он со сметаной. Каких-либо плошечек у нас нет. Вот все что есть это борщ и пожалуйста ищи свою плошку. Ну давай посмотрим. 220 рублей стоит. 340 граммов вместе с упаковкой. Ну плюс сметана. Должен весить 330. С учетом сметаны тут все хорошо. Борща не очень много. Ну зато смотри. Я искал кусочки говядины. А там вот так вот все. Бескомпромиссно просто здоровенный кусок говядины. Прям целый-целый. Смотри. Давайте мягкий разваливающий кусок говядины пойдет. Ох уж эти борщи. Самый неудачный борщ наверное который я ел по свое время. Он хороший в плане начинки. Он классный мясо мягенькое. Но абсолютно дисгармоничная сладость. Это борщ десерт. Я понимаю что свекла сладкая сама по себе. Но видимо тут ее столько что она просто реально из борща сделала компот. Вот по вкусу. Невкусный борщ я такой есть не хочу. Пиццерия Лагата делать борщ не умеет. Официальное заявление. Но у нас есть еще Цезарь. А вот умеет ли пиццерия Лагата делать Цезарь? Тут тоже вопрос философский. Окей. А уже все вместе. Хотел спросить а где соус? А зачем спрашивать если вот он уже здесь. Вместе налито. Смотри. Ну курочка поджаренная. Половина точнее куриного филе вдоль срезанное. Салат аромана. Курица. Сухарики собственные. Помидорки. Ну и вот в идеале вот ну серьезно. Блин пару перепелиных яичек пополам порезанных. И прям было бы нормально по сборке. Хотя кого я обманываю на самом деле. Правильный Цезарь это не Цезарь с курицей, с помидорками и прочим. Правильный Цезарь это соус Цезарь и листья. Вообще все. Больше там ничего быть и не должно. Но я уже конечно говорю про привычные нам форматы подач. 290 рублей. Очень адекватная цена. 210 граммов. 208 с учетом упаковки. По салату фиксируем не до вес. Куриное филе на гриле. Микс листьев романы и айсберг. Там еще и айсберг где-то. А ну да кстати. Вот айсберг. Действительно микс. Сыр пармезан. Какой может быть пармезан. Давай попробуем сначала. Хотя вон кстати там действительно сырочек попадается. Попробуем сначала листья. Соус не ароматный. Я спрашивал по телефону делают ли они соус сами. Они сказали да. И поверьте ответ на этот вопрос да. Это вообще далеко не предвестник того что будет вкусно. Очень мягкое куриное филе. Клево сделано. Но соус провальный. Соус невкусный. То есть он невкусный не в контексте что мне невкусно. А он невкусный в контексте что он не тот который я хочу. То есть это все равно остается нормальным салатом. Заправленным мазиком с чесночком. Вот так это выглядит. То есть фирменного цезаревского вкуса его нет просто. Вкуса анчоуса. Вкуса соуса ворчестер. Его нету понимаешь. Извините что я к вам на ты. Понимаете. И это расстраивает. То есть можно. Но явно нет. Явно они заморочились. Взяли яйца. Растительное масло. То есть все это сами сделали. Собственный соус. Но он невкусный. Причем по-моему нерафинированное оливковое масло. Хорошая попытка. Найс страйк так сказать. Это вот обычно знаешь когда. Я к контрстрайке иногда играю. Есть такой грешок за мной. Вот когда ты играешь в команде. И в конце ты остался один. А против тебя например три соперника. И ты такой там пытаешься прокраснуть. Что-то где-то кого-то в голову убить. Но тебя все равно убивают. И твоя команда тебе говорит. Найс страйк. Найс страйк. Хорошая попытка. Ты умер. Ты проиграл. Но попытка хорошая. Но это поддержка такая. Поэтому я этих ребят поддержу. Фразой найс страйк. Хорошая попытка. Но. Но как бы убили. Вы поняли о чем я. Не. Вообще. Вообще плохой соус. Борщ и цезарь не зачет. Но у нас есть еще роллы. Роллы логатые. Кстати рис хорошо сварен. Даже прям видно через крышечку. Но ребята уникальные. То есть вот внешне. Их роллы выглядят гораздо лучше. Чем то что они разместили на сайт. Потому что на сайте. На сайте. Филадельфия с лососем выглядит. Как будто. Филадельфию крутил. Бруно. Моя собака Бруно. Как будто вот эту Филадельфию крутил Бруно. Понимаете. Плохо скрученным. Здесь. Скручено чуть повеселей. То есть по крайней мере ровнее чем даже на сайте. Обычно бывает наоборот. Роллы от логатта. Ну то что Филадельфия полита соусом у наги. Это уже очень странно. Короче. В логате есть такая тема. Что видимо все что не связано с пиццей. Они делают довольно посредственно. Ну судя по борщу и цезарю. Блин. Как открыть то. Тем не менее. Тем не менее. Сейчас обсудим. Не реально. У наги. У наги на Фильке. Это. Это очень сильно. Ну смотри. Реально лучше чем на сайте. Да. Конечно. Тут наверное не секрет. И все это видят прекрасно. И по поводу лосося. Да. Мне не надо вам еще раз объяснять. Что это лосось. Не лосось. Это лосось чилистский. Перемороженный. Который целыми тушами приходит. И вот он так выглядит. То есть у него не будет ни вкуса. Ни запаха. А его уже нет. Ни соответственно структура. То есть это кашка. Это кашка. Вот такая вот. Легко рвущаяся. Это грусть печаль. Что касается угря. То угрь как правило у всех плюс-минус одинаковый. Он в вакуумных упаковках приходит. Угорек нормальный. И даже по. Ну хотя. Блин ломкий. Наверное не так часто у них заказывают. Им приходится еще раз наверное замораживать. Вот. И очень мало начинки. В общем все что об этих роллах можно сказать. Это вообще не топ. Это просто какой-то проходной вариант роллов. Смотри. 390 рублей стоит Филадельфия с угрём. И 350 рублей стоит Филадельфия с лососем. 210 граммов и 210 граммов. У них они одинаковые. Вместе с имбирём. 210, 210, 420. Плюс 50. Ну где-то похоже на правду. То есть тут вопросов к весу нет у меня никаких. Ну конечно относительно внешнего вида. Относительно использованных ингредиентов. Относительно политым соусом унаги в Филадельфии. Вот к этому есть у меня вопросы. Давай посмотрим что у них с внутренностями. Смотри. Они Филу делают только с авокадо. То есть ничем похрустеть не получится. Равно как и Канаду. Они делают только с авокадо. То есть видите тут огурчика нет как бы. Авокадо это хорошо. Но авокадо это не про вкус. Это скорее про консистенцию и жирность. Сливочного сыра крайне мало. Так. Соевый соус. Оп. Раз. Пошла жара. Надо попробовать. Нормальный. Нормальный соевый соус. Причем прям ядреный такой соевый соус. То есть тот который наверное к которому мы не привыкли. Он слишком насыщенный. Поэтому макать в него рыбу полностью не стоит. А если хотите макать как мы любим. То чуть-чуть его развести с водой. Я поэтому чуть-чуть окуну. И попробую ролл. Шикарно сваренный рис. Офигеть. Красавчики. Угу. Причем и сварен хорошо и заправлен вкусно. Надо же. Надо же. Рыба как я и говорил ни о чем. То есть это тут. Эти роллы это не про рыбу. Но все-таки. Все-таки это блин. Можно даже съесть. Так. С угариком вообще может нормально оказаться. Респектище за рис. Красавчики. Могу сказать что это не так плохо. То есть я ожидал что это будет совсем уныло. Безусловно. В Филадельфии не чувствуется вкуса рыбы вообще. Потому что рыба плохая. Но он полит унаги. И я теперь понимаю зачем. Потому что ты отвлекаешься на унаги. И тебе в общем-то в целом нормально. Короче рис хороший. Авокадо мягкий. Свежий. Сливочный сыр тоже не чувствуется. Я не любитель такого формата. Мне нравится когда сливочный сыр внутри есть. И он прям тоже составляет вкус. Вместе с рыбой. Когда свежая рыба. Классный сливочный сыр. Это классно. Но в целом. Я вам отвечаю. Даже ребята которые специализируются на суши. Ну там всякие. Не очень хорошие. Делают хуже чем вот эти вот ребята. Несмотря на исходные не очень хорошие ингредиенты. В плане рыбы. Короче. Свои там три. Даже блин за рис. Три с половиной поставлю балла вот этим роллам. Даже можно наверное и взять. Если ты берешь пиццу просто заодно. Вот. То есть это не отвратно. Удивили лагатам. Молодцы. Прям вот тем кто рис варит. Ну. Вашей рисоварке скажите спасибо. Она молодец. Ну и тем кто заправляет. Перемешивает тоже. Вот такие вот удивительные выводы. Но конечно. Как бы заказывать только здесь суши роллы. И второстепенно обращать внимание на пиццу. Не стоит. Есть гораздо лучше места. Поверьте. В общем вот такие дела. Последние. Ладно. Я уже много сказал. Короче. Прям резюме. Резюме. Еще раз по роллам. Скажем так. Роллы у них получаются лучше. Чем борщ и цезарь. Во. Вот такая вот формулировка. Ну ладно. Пиццерия Лагата. Выставим оценки. Порассуждаем. И все. Итак. Местечковая пиццерия Лагата набирает у нас 86 баллов. Что весьма недурно. Серьезно. Равно как и пиццерия Корнели. По-моему тоже довольно много набрала баллов. Можете кстати все рейтинги посмотреть на сайте покашеварим.ру. Они все размещены. Посмотрите у кого какое место. Итак. Пиццерия Лагата. За счет чего набрала 86 баллов. За счет того что у них цена адекватная. Реально цены нормальные. Даже за большие пиццы. Вкус качества я поставил 4,5. Но честно признаюсь. Я все таки наверное эту оценку ставил по пицце. То есть если брать роллы. Особенно брать цезарь, борщ. Все что мы вот это попробовали. То оценка была бы ниже. Но относительно пиццы это весьма весьма хорошо. В соответствии я поставил 4,5. Это тоже хороший показатель. Ну у нас был недовес. Где у нас был недовес? По пицце в принципе везде нормально все. Недовес был блин в борще по-моему. В борще. Так. Сервис. Вот сервису я поставил 3. Потому что на сайте нет возможности заказать. То есть приходится в онлайне принимать решения. По телефону это не очень удобно. Ну плюс салфеток нет. Вилок нет. Там вот это все. Короче. 3 балла. Скорость пятерка. Опять таки в моем случае. Возможно если вы в зоне доставки. Ну живете дальше чем я от них. А я живу рядом с ними. То возможно будет дольше. Поэтому вот я только по своим случаям ставлю. Температура 5. Все было горячее. Отлично. И напитки были холодные. И лайк. Это как бы респект от меня. Типа буду ли я заказывать. Могу ли я советовать. Да. Пиццерия Лагата для жителей Сходнее. Для жителей вот еще какой там район-то был. Я забыл уже. Битый. Что-то на Б. Что-то на Б короче. Жители района на Б тоже могут заказывать в Лагата. Они делают весьма неплохой продукт. Я рад. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо, что посмотрели этот обзор. В следующее воскресенье еще что-то интересное. Пишите ваши предложения. На что вы хотите обзор. В комментариях я все читаю. И в том числе эту пиццерию я тоже выцепил из комментов. Потому что, как оказалось, моих зрителей с моего района огромное количество. И вы советуете мне тоже. Я вам признателен. Вот. Ладно. Все. Спасибо за просмотр. Пока. От души. Пока. От души душевной в душу. Ты попробовал. Тебе вкусно было? Вкусно. Пицца очень понравилась. А гавайская? Гавайская суховата, нет? Или ты не пробовал? Я не знаю. Я когда ел, она уже холодная была. Не, ну холодная, например, 4 сыра. Она все равно остается... 4 сыра не пробовал.